Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к третьей, заключительной главе Второго послания апостола Петра. В начале третьей главы автор, может быть, впрочем, и боговдохновенный редактор, пытается изложить в кратком виде то течение мысли, которое мы наблюдаем в первых двух главах. И вот он говорит, я пишу вам уже второе послание и призываю вас к рассудительности, напоминанием, возбуждаю ваш чистый смысл, как выражается наш синодальный перевод. Я призываю вас вдуматься к вдумчивости, чтобы вы помнили слова пророков, об этом шла речь в конце первой главы, и заповедь Господа и Спасителя, переданная апостолами, откровение, которое Дух Божий дает нам во кресте. Прежде всего, говорит апостол здесь, знайте, что да, в последние дни появятся всякие наглые ругатели, лжеучителя и так далее. Ну, появятся, да, но ваш путь не с ними. Собственно, об этом он и хочет написать. Но здесь еще в третьей главе автора захватывает еще одна дополнительная тема, которая в явном виде в первых двух главах не наблюдается. Он говорит о том, что вот эти самые наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, говорят, ну а где, собственно, обетование пришествия его? Ибо с самой седой старины все как было, так есть. Все остается так же. Здесь речь идет о довольно распространенном в первом столетии представлении о Парусии, о близком пришествии Господа Иисуса Христа, о котором он говорит увидеть, или Стефан говорит, «Увидите сына человеческого, сидящего одесную силы». Видите, в беседе на горе Елеонской Христос говорит своим ученикам о том, что не останется здесь камня на камне, и о том, что в тот день, в день суда, в день последний, «Будьте готовы оставить все и пойти за Христом». И будьте готовы к последним временам, повторяю, на горе Елеонской Христос относительно много говорит об этом своим ученикам, предлагая им, заметьте, за Него, за Иисуса держаться. Еще одна тоже чрезвычайно важная мысль, которую забыли современные христиане в отношении конца времен, в отношении второго путешествия. Иисус говорит своим ученикам, «Вот тогда восклонитесь, поднимите голову, потому что приближается избавление ваше». Мы обычно к этому относимся, что надо, наоборот, согнуться и спрятаться, желательно куда-нибудь в пищеру закопаться, как будто приближается порабощение наше. А Господь наш Иисус Христос говорит, наоборот, тогда выпрямитесь и поднимите голову, потому что приближается избавление. И вот об этом избавлении довольно много спорили, недоумевали, надеялись христиане последние третьи первого столетия, еще в самые последние годы первого века, евангелист Иоанн пишет на эту тему. Но, по-видимому, второе послание Петра все же написано заметно раньше апокалипсиса, поэтому здесь нет таких нюансов и подробностей. Но вот апостол говорит о том, что они думают, что раз все остается так, как есть, думают, что все неизменно. И как было, так и будет. Поэтому никакого смысла смотреть вперед, ждать, надеяться на это избавление наше, никакого смысла нет. А лучше нести денежки этим самым лжеучителям с их надутым пустословием. Апостол говорит о том, что они не понимают, что все меняется в мире. Вот эти потрясающие совершенно пятый, седьмой стихи, третьей главы, где Петр буквально мимоходом обозначает радикальные перемены. Для него картина «меня неизменного мира», где все одно и то же на кругах своих, как поставлено, так и стоит. Ну, вот такая, я бы сказал, креационистская в жанре современного научного креационизма картина мира для апостола, конечно, совершенно неприемлема. Он буквально в двух словах говорит, вот там был потоп, все поменялось. Вот небо и земля вначале были составлены из воды и водою. Ну, что-то какая-то такая богословская теория, может, ему в детстве была кем-то из фарисеев рассказана, мы не знаем. Но тогдашний мир погиб, а нынешние небеса и земля, вот там сберегаются огню на день суда. Другое, другое, меняется мир. Понимаете? И Петр говорит о том, что на самом деле это все меняется не просто так, сберегается огню на день суда. Вот это вот недоверие Богу, нежелание надеяться на встречу с Иисусом Христом. Вот таким образом от вас, говорит Петр, не должно быть сокрыто. Во-первых, то, что сроки... Нет, сроки неизвестны. Он не пересказывает здесь выражение Христа «Не ваше дело знать времена и сроки», но он говорит примерно о том же самом, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. По-другому видит это Бог. Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые думают. А что же, почему же нету этого второго пришествия? Где же конец времен? Даже толкователи полагают обычно, что все-таки это пишется после разрушения Иерусалимского храма в 70-м году. Значит, предреченное событие, когда не осталось там камня на камне, как Иисус говорил, вот уже произошло. Где? Где Парусия? Где Второе пришествие? Где конец времен? Почему Бог медлит, опаздывает? И Петр говорит здесь тоже удивительную, очень важную вещь. А он долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог долго терпит, а нас долго терпит то, что мы из себя представляем, чтобы у нас у всех была возможность прийти к покаянию. И это гораздо важнее всего остального, что мы можем знать или думать про день Господень. Вот Петр предлагает таким образом своему читателю, во-первых, постараться прийти к покаянию, чтобы не погибнуть, и чтобы этот день Господень наступил как можно скорее, приблизить его. Приблизить, потому что, я бы сказал, что правильное отношение христианина к концу света выражается словами, «Этот день мы приближали, как могли». Вот то, о чем Петр говорил, все это послание, о нашей встрече во Христе, о благодати Божьей, которая дает нам возрождение к жизни, и о том, что это дает нам возможность любить ближнего, любить ближнего и в этой верности Христу избегать всяких там надутых пустословий. Вот все этот труд, который христианин совершает для того, чтобы хотя бы для своей судьбы и на самом деле для всего остального мира тоже приблизить этот день Господень, потому что Бог ждет, чтобы все пришли к покаянию. Конечно, в ранние столетия эти слова Петра были одним из аргументов сторонников всеобщего оправдания об катастрофе, но эта точка зрения не нашла поддержки у святых отцов и у соборного мнения церкви, значит, все-таки, скорее всего, не это было основной интенцией апостола, но он предлагал читателю увидеть вот это, как Бог, казалось бы, и уже готовый уничтожить этот мир и закончить времена, ждет, когда еще может быть кто-нибудь, еще может кто-нибудь сможет встретиться с ним, полюбить его и пойти за ним. И дальше Петр говорит о том, что, ну, а какими нам-то надо быть, зная, что все это разрушится, нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Тоже обратите внимание, он называет христиан желающими, и ожидающими, и желающими пришествия Дня Божьего. Христиане, с точки зрения апостола, должны желать, хотеть этого дня, наступления этого дня. Какими нам следует быть, ожидая новое небо и новую землю? И вот он говорит, постарайтесь, возлюбленные, явиться перед ним, перед Богом, неоскверленными и непорочными в мире. Снова он обращается к тому, о чем говорит в самом начале, о вере, терпении, рассудительности, воздержании, братолюбии, любви. Постарайтесь быть вот непорочными и неоскверненными в мире, предлагая все-таки во кресте Иисусе видеть источник ценностей, а не мнение этого мира. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. То есть он предлагает читателю благодарить Бога за его долготерпение, за то, что у нас есть возможность еще что-то изменить в самих себе, в своей жизни, еще кому-то засвидетельствовать об этом долготерпении Божьем, еще кому-то явить это братолюбие и любовь. Долготерпение Бога – это возможность для нас, возможность для нас измениться самим и засвидетельствовать о правде Божьей. И далее Петр пишет, «Как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». На основании этих слов некоторые исследователи высказывают предположение, что Петр обращается к одной из тех общин, к которой обращался апостол Павел, но никаких всерьез аргументов здесь гадать у нас с вами нету. Любопытно, конечно, что Петр явно читал автор этого текста. Тот, кто излагает мысли Петра, может быть, и не сам апостол, но, скорее всего, все-таки сам апостол Петр явно читал послание Павла. И вот он говорит, по данной ему премудрости, он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное. Право слова, ну, кто сейчас дерзнет о посланиях апостола Павла сказать, что в них есть нечто неудобо вразумительное. Если попытаться предложение из послания апостола Павла к римлянам или коринфянам подвергнуть грамматическому разбору, то ты увидишь такую закрученность, которую вообще почти невозможно понять. Да, есть, да, это так. Ну, для нас-то это означает, что надо очень-очень потрудиться и не надо удивляться тому, что Павла читать трудно. Петр, он в конце концов был сам учеником Иисуса и хорошо знаком с Иисусом, поэтому там он мог не вдохновляться образом изложения апостола Павла, а содержание идеи он и сам знал. Вот, поэтому он может себе позволить вот такое сказать. Кстати, еще тоже обратите внимание, что где-то примерно уже в средние века, даже в раннем средневековье христиане привыкли думать, что слова, текст, изложения мыслей, которые до нас дошли, идеальны, что это идеальный правильный язык, эпистемологически точно сформулированы и высказаны все мысли в четкой логической последовательности, и поэтому с таким трудом в муках и корчах мы пытаемся найти эту логическую последовательность, эту четкость выражений в тех или иных текстах Священного Писания. Но вот для Петра это все же не всегда так. Это тоже чрезвычайно важно для того, чтобы мы могли адекватно вразумляться в постижении Писания, о которых Петр говорит в этом своем послании. Он говорит, что невежды и неутвержденные, как и прочие Писания превращают послание Павла, но вы, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Итак, апостол Петр призывает снова и снова к осторожности, к тому, чтобы следовать не надутому пустословию, о практической реализации благодати и любви Христовой в наших поступках, в наших отношениях с ближним. И снова он говорит о том, что это и есть возрастание в познании Господа Иисуса Христа. Таким образом, источником, началом, основанием для возрастания вот он видит именно личную встречу, личное знакомство с Иисусом Христом. Иисусом